Дно и волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, как мы и обещали, про рейв в вечеринке в совершенно необычных условиях. Мы сейчас поговорим с диджеем Синий Камиказа. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно вернулись ведь из Грузии. Да, то есть там долгий период, который вот эти все ковид-лайки переживали. Ну я там, там попроще как-то, немножко посвободнее. Наверное, нация такая, которая, ну просто не очень серьезно воспринимает вообще жизнь в целом. Ну как-то проще относится ко всем. Поэтому там помягче, так скажем, отсиживаться. Когда все равно все сидят дома, там как-то посвободнее немножко себя чувствуешь. Ну на родину-то тебя, нет. Ну родину ты не оставишь, знаешь, как один раз уже родился и не выбираешь. Так что да, конечно, летом всегда приезжаем сюда, когда школы нету, и все, мы в Ригу приезжаем. Новый проект. Новый проект. Технопилес. Технопилес. Что это такое? Серия вечеринок, рейвов в средневековых замках. А я себе представляю, вот если бы были ограничения, вот тьфу-тьфу-тьфу, вот представить себе рейв на расстоянии двух метров. Можно вот представить себе? Ну нет, наверное, нельзя, это рейв, наверное, какое-то единение вот всех людей в танце, как-то все вместе в каком-то едином порыве, так что, наверное, с дистанцией два метра. Хотя, когда вот прошлым летом все после локдауна открылось, были попытки у каких-то там клубов и открытых площадок разрисовать все по этим квадратикам, и люди должны были танцевать по квадратикам, но, конечно, это первые 15 минут, а потом это все люди тянутся друг к другу, это обязательно так происходит. Так, про Технопилес. Давай. Что это за проект? Я давай, ты давай. Что за идея? Где будут реализованы? Когда? Насколько легко было договориться с замками? Как выбирались замки? Потому что их достаточно много в Латвии. Есть в большей или меньшей степени восстановленные, есть прям совсем заброшенные. Это печалька, кстати, да. Очень грустно. Ну, романтические развалины, подернутые каким-то компом. А часом это тоже я развалил? Нет, это во время Технопилес произойдет. Нет, нет, нет. У меня очень приличные люди ходят, мы уже много где были, никогда ничего не разваливали. Но просто в прошлом году, поскольку путешествия были достаточно ограничены, я взяла свою дочь, и мы поехали по стране. Я решила показать ей родину, какая она у нас прекрасная, я правда так считаю, я обожаю путешествия по Латвии, у нас очень много интересных мест. И вот мы ездили и в Курземы, мы ездили в Витземы, в общем, мы везде объездили, в Латвии тоже. И она была в восторге от замков, то есть вот вообще, что так вот, и в Цесисе мы там все облазили, и в Турэдди, ну, в общем. И как-то я подумала, что, а вот почему бы нет, вот сделать здесь мероприятие такое, ну, с одной стороны, категорически противоречащее, ну, самой атмосфере, наверное, то есть там средневековый замок, это музей, это какой-то там… Ну, потому что дискотека в музее, да, вот просто. Да, дискотека в музее, а с другой стороны, может быть, как раз-таки есть какая-то цикличность, что это время средневековое, но немножечко наше время напоминает какая-то такая вся, ну, немножко дикость, я не знаю, да, ну, то есть мы все не понимаем, что происходит, как будет завтра, и мы как-то живём одним днём, это, в общем, характерно для средневековья. И вот так вот взять и сложить две вещи, которые мне очень нравятся, архитектуру и танцы, музыку. Вот я подумала, а почему бы нет? А с другой стороны, слушайте, ну, чуть не сказал, вспомним тоже средневековье, вспомним, что мы читали или смотрели о средневековье, ну, внутри замка уже проходили какие-то праздники. Современные на тот момент музыку, люди там наяривали на людях там. Да, 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 то есть это, я говорю, что это какая-то, может быть, цикличность, просто она, может быть, не так очевидна. Да ведь говорят, что, вот, например, вот если взять средневековье, кто были вот эти рыцари? Ну, это те же самые братки, которые брали дань, ну, значит, вот, ну, крышевали крестьян, собственно, за определённую часть. Ну вот, так что, да, у меня родилась такая идея, и в этом году мы выбрали, ну, я мечтала, что это произойдёт в Цессисе, потому что это, наверное, один из самых моих любимых городов вообще в Латвии, я очень люблю Цессис, и, конечно, этот замок, он абсолютно восхитительный, с этим прекрасным парком, и, в общем-то, оказалось, что это несложно с ними договариваться. — Категорически нам отказали пока что только рундалы, они сказали, нас интересует только барокко, я говорю, так техно и есть барокко только, ну, времена-то поменялись, музыка-то развивается, но они мне пока не поверили, но я думаю, что я так просто не сдаюсь, я думаю, что когда пройдут мероприятия первые, мне уже будет что им показать, и они, может быть, поменяют своё мнение. — Сами выйдут на контакт. — Да, сами выйдут на контакт. Бывало уже в моей жизни такие истории, когда люди мне отказывали, а потом я что-то делала какое-то, и они такие, а нет, нам понравилось, как это всё выглядит, давай всё-таки. Ну, потому что я понимаю, что сложно немножко сразу, может быть, резко перепрыгнуть с барокко на техно, но я думаю, что… Ну, то есть, как бы идея же в том, что мы не в самом замке, мы напротив замка. И на замок проецируется проекция, которая отражает какую-то там историю техномузыки, то есть, с использованием каких-то фрагментов музыкальных клипов техноартистов и вообще истории электронной музыки. Мы такое уже проводили в прошлом году в аэропорту Спилла, то есть, был тоже опен-эйр напротив этого здания, здания всё было… Сделан маппинг, и вот такая красивая огромная проекция, напротив неё стоит диджей, танцуют люди, и вот это тоже будет перенесено на замки. — Я сразу вспомнил, пить не будете, голый танцевать при луне не будете, эх, прокачу, вот из золотого телёнка как раз-таки. — Нет, не будем голый танцевать, но танцевать обязательно будем. И чтобы это всё было ещё более шикарным, потому что это же всё-таки замки, у нас будут иностранные привозы, будут выступать артисты из Америки, Италии, в этом году и Америки, Италии, и Израиля. Но я думаю, что в следующем году мы обязательно продолжим. Вообще, хотелось бы сделать, конечно, за лето не три, а четыре-пять замков. Ну, из погоды будет позволять, если возможно. — Давай перечислим, значит, Цесис, Эдуолы… — Эдуолы и Сигул, да, в этом году, да. — И первая вечеринка? — Первая вечеринка 17 июля, это Эдуолы. Эдуолы вообще абсолютно, ну, самый сохранившийся, скажем так, средневековый замок, может быть, даже во всей Латвии. То есть он полностью реставрирован, там даже внутри не только музей, но и гостиница. И он такой вот прям, мы будем танцевать во дворе, и ты там заходишь, там балкончики такие, вот всё, ну, прям вот, вот эта атмосфера, булыжник, да, такой вот неровный. То есть вот эта атмосфера Средневековья, она там полностью присутствует. И он очень, ну, сказочный, конечно, очень романтическое место, рядом с озером, всё там так красиво. И поэтому вот первый будет Эдуолы, потом мы едем в Цесис 7 августа, и Сигул, да, будет завершающий в этом году, это 28 августа. — Будет ли программа одинаковой или разной на всех трёх? — Везде всё разное. То есть разные артисты. Ну, единственное, что это будет объединять, это общая идея и техномузыка. Совершенно разные артисты с разных стран. Также там с Литвы я свою подругу привожу, очень хороший диджей, Анна Хана такая, с Америки Матриксман, и с Италии Эммануэль, и с Израиля Анна Халета. Да, вот это. Те, кто в теме техно, они, в общем, понимают, а кто не в теме, я думаю, что это самое время узнать. Потому что ещё, ну, вся эта атмосфера замков, она, конечно, ну, это не прийти там на тёмный завод, и вообще никого не видно, да, и что происходит, непонятно. Самое время вот в такой расслабленной романтичной атмосфере познакомиться с техномузыкой. В общем, то, что я делаю в своей жизни, пытаюсь как больше, как можно больше людей познакомить с электронной музыкой. — Посол техно. — Посол техно. Ну, не только техно, вообще с электронной музыкой. То есть разные, но в данном случае, конечно, техно. — На какой возраст это будет рассчитано? — Ну, это возраст, ну, 18+, потому что это как бы вечернее мероприятие, но так никакого ограничения. Вообще характерно для наших, наверное, так скажем, широт, что мы как-то считаем, что до определённого возраста можно ходить на мероприятие такого плана, а потом уже как бы вроде неприлично. При этом ты приезжаешь на какой-нибудь фестиваль в Германии или в Нидерландах, и, пожалуйста, там люди совершенно до 80, я не знаю, паспорт не спрашивал, но видно, что им уже много-много лет, и они посещают такие мероприятия. Но сейчас 2021 год, в общем-то, там, скажем, техно начало своё движение в 80-х. То есть понятно, что они начали слушать эту музыку, когда им было там, ну, кому-то 30, кому 25, да. То есть они просто продолжают вместе со всей этой историей продвигаться и всё ещё посещать мероприятия. И это совершенно нормально, мне кажется, то есть вот эта вот свобода в любом возрасте прийти на любое мероприятие, не чувствовать себя, что ты там… Между прочим, я когда видела таких людей, молодёжь всегда очень как-то с интересом общается с ними, какой-то там опыт тоже. То есть им есть что рассказать за эти годы, да, когда они там ходили на такие мероприятия, когда, может быть, кто-то ещё не родился из новых адептов. С возрастом, предположим, всё понятно. Никогда не поздно увлечься электронной музыкой. Что касается ограничений по количеству посетителей? И вообще всех ограничений. Да, да, всех ограничений. Ну, конечно, надо… Пока мы смотрим вакцинацию, потом надеемся, что будет можно и тесты. Ну, тесты я тоже спрашиваю со всех, потому что… Ну, их сейчас можно сделать совершенно бесплатно, поэтому это никакая недополнительная плата. Надо просто вовремя записаться в лабораторию, сказать, что ты идёшь на публичное мероприятие, и тебе бесплатно делают тест. То есть это до 1 августа это существует, по крайней мере, пока. И поэтому я думаю, что… Ну, в наше время это достаточно сознательно, даже если у тебя нет вакцины, ты думаешь, что ты здоров. Ну, просто провериться, что всё точно так, как ты думаешь, и прийти на мероприятие… Да, так ты и узнал, что я заболел. Пошёл провериться, а тут тебе на сюрприз. Ну, да, вот, понимаешь, но ты же мог, ну, если ты себя хорошо чувствуешь, ты мог не знать, ты мог прийти. Ну, то есть здесь вопрос собственной ответственности, конечно, да, но если уже есть такая ситуация, есть возможность сделать этот тест бесплатно, то почему нет? Ну, то есть пойти, провериться и… Совершенно согласна. А билеты ограниченное количество продаётся? Да, билеты ограничены, билеты продаются на Resident Advisor, это такой сайт residentadvisor.net. Это международная платформа, как бы все, скажем там, тусовщики и все организаторы продают по всему миру именно на ней. Она удобно сделана, там и есть и мероприятия, и можно купить билет, то есть достаточно. Всегда, если какие-то проблемы, можно писать мне на Фейсбуке или в Инстаграме. Я активно отвечаю, общаюсь. Да, билетов ограниченное количество, потому что замки не резиновые. Вопрос сразу, как добираться, то есть вот будет ли какой-то транспорт для тех, у кого нет, например, личного транспорта? Ну, специально транспорт мы не организовываем, но, например, что касается Эдолы, это рядом с Кулдыгой, можно доехать до Кулдыги, достаточно часто ходит туда автобус. И от Кулдыги или взять такси, или там тоже ходит автобус в Эдолы. Что касается Цессис и Сигуды, я думаю, что тут вообще достаточно просто добираться. Да, во-первых, это недалеко, во-вторых, регулярный транспорт еще чаще, чем в Кулдыгу, ходят. И на поезде можно, и на автобусе, то есть тут вообще нет никаких проблем, конечно. Ну, и везде есть гостиницы, это достаточно такие туристические города у нас, там много людей предлагают и квартиры, и гостиницы есть, то есть можно снимать и оставаться на ночь. Ну, кто-то, может быть, уезжать, это как уже там личное. То есть специального поезда как-то уже у тебя... Да, нет, хватит. Где больше такого не будет? Один поезд год достаточно с меня, второй я уже не тяну. Да, ну и получается, что сколько будет продолжаться это мероприятие, то есть во сколько начнется, во сколько? Насколько сил рассчитывать. Да, сил рассчитывать как минимум на 5 часов, но опять же, если снимут ограничения с 12 часами, что можно будет после 12 часов обслуживать клиентов... Их снимают. Да, ну мы вроде как этого всего ждем, то будет уже позже, будет до 2-3, ну будем уже смотреть, как с замками сможем договориться. Пока договоренность до 12, потому что такие ограничения. Но я говорю, по мере поступления новой информации мы тоже адаптируемся. Ну вот такие времена. Ну вот, но начало в любом случае в 7, то есть можно прийти, те, кто, например, не хотят оставаться на ночь, ну то есть люди тоже не все такие любители ночного угара, то есть начало в 7, можно прийти, кто-то там до 12 остается, кто-то позже. Ну я надеюсь очень, да, что снимут, и мы сможем попозже потусоваться тоже. А какие были аргументы для разговоров с замками, в чем, в общем-то, им польза? Ну мы будем еще делать стрим всего этого в YouTube, и нам как-то хотелось нашей команде, чтобы, понимаешь, весь этот туризм, он немножко пенсионерский такой выглядит, да, это вот садить замок, как-то там что-то посмотреть, нет какого-то экшена. А вот это вот само мероприятие, и мы их будем продолжать в следующем году, я думаю, оно привлечет новый какой-то кластер туристов, которые как бы не только ходят по музеям, но им нравится и потусоваться, и они могут уже приезжать на следующие мероприятия. И, конечно, это в любом случае реклама замку, я думаю, для новой аудитории, и даже для старой, которая давненько туда не захаживала. Так что я думаю, что для них это как раз очень хорошая история. Хорошо. Это открытое, да, просто то, что я подчеркиваю, что это открытое пространство на свежем воздухе, то есть не нужно будет носить маски, то есть это все... Нет, 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 это... Еще раз, чтобы было всем понятно. Важно, зафиксируем это. Да. А поезд был, пароход был, замки есть, что еще в планах? Еще будет Спилвы опять. Спилвы в этом году? Да, в этом году будет опять Спилвы, и еще будет два парохода. Какие еще площадки планируете отключить? Ну, не знаю, может, когда-нибудь... Водопады. У нас же есть прекрасный водопад. Ну, известнейшие латвийские водопады. У нас, кстати, их хватает, и, во-первых, самые длинные в Европе находятся в Латвии, ну и поменьше тоже, в общем-то, в лесах. Да, ну это пока такая... Ну, красиво, да, я прям вижу себе музыка играет, в лесу такое, не знаю, дип-форест. Дип-форест. Да, и все эти маппинги на скалы с водопадами и пещерами, все, вы меня потеряли, я уже ушел в эту вечеринку. Ну, это пока, да, надо окучить все замки, их, как ты уже вначале сказал, их много. А потом мы же. И они все разные, да, очень разные, и это очень круто, потому что, например, мы говорили с Цесвойной, у них сейчас реконструкция, но им тоже очень интересно, и Цесвойной, он сделан в совершенно другом стиле, это псевдотюдор, и он, конечно, абсолютно волшебный, и там очень тоже красиво, так как он стоит буквой П, там можно очень красиво сделать маппинг, а мы напротив. У нас звукорежиссер уже показывает знаками Рэйва, что пора. Я-то думал, что он просто танцует. Он уже танцует. Наушниках у него, например, сайлент диск, он еще двигается, тоже, в общем-то, музыка техно растворила нашего звукорежиссера, оказывается, нет, призывает нас к порядку и ответственности, мы порядочные и ответственные, конечно же. ResidentAdvisor.net, там, где можно приобрести билеты. В Фейсбуке тоже есть ивент, так что и там есть линк на билеты, так и называется, Технопилес. Технопилес, серия электронных вечеринок в латвийских замках, автор идеи Ксения Камиказа, латвийский всемирно известный диджей, сегодня была у нас в гостях. Ксения, огромное спасибо. Вам спасибо. Удачи, успеха в этих вечеринках, новых идей и до новых встреч. Всем спасибо, радио Болтком продолжает свою работу, портал Микс Ньюс к вашим услугам, самые свежие, самые последние новости и текстовые версии, бесед с нашими утренними гостями тоже. Утро на Болткоме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok